Представители знака Зодиака Телец, Тельцы мои дорогие, здравствуйте! Второй прогноз, гороскоп неделя с 28 августа по 3 сентября. Мои дорогие Тельцы, начало осени, так время быстро летит. Ну, давайте узнаем, каковы подсказки карт, что думают, что нам посоветуют карты. Конечно, будем реалистами. Любой прогноз, это лишь карты. Реальность, она где-то отличается. И я решила немножко изменить формат видео. Мы будем с вами выбирать вот таким образом карты. И давайте узнаем. Вопросы оставим те же. И первая карта у нас будет, что важно знать для вас, мои дорогие Тельцы. Принт Жезлов. Вполне вероятно, какая-то информация словно ворвется в нашу жизнь. И чего-то мы не сможем, скорее всего, оставить на потом. Или, может быть, есть необходимость сама по себе куда-то отправиться. Может быть, вы и планировали, знали что-то. Или к вам приедет какой-то человек. Одним словом, есть какая-то информация, новость. Или мы отправляемся, чтобы какие-то вопросы решить. Или что-то прояснить. Или нас словно что-то подталкивает к каким-то действиям. Вот что важно знать. По этой карте мы не можем медлить. Как будто нужно откликнуться быстро. Или, может быть, правда куда-то отправиться. Чего не избежать. Ну, прекрасная карта у нас выпадает. Восьмерка Пентаклей. Как будто работает Тельец обеспечен. Ну, наверное, как всегда. Одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу, работу. Это у тебя все получится. И каковы бы ни складывались обстоятельства, мои дорогие Тельцы. Как раз деньги идут в рост. И есть возможность заработать деньги. И есть как-то возможность себя проявить. Потому что по этой карте не просто профессионал, который буквально кует Пентаклей. А рост профессионализма. Как будто может быть и рост в деньгах. Может быть, это будет возможность заработать деньги. У кого-то так. Если у вас бизнес, значит, ну, как будто не нужно терять, не останавливаться на достигнутом. Не теряем времени. А как раз что-то продолжаем. Может быть, и обстоятельства складываются разным образом у каждого. Я это понимаю. Но именно для денег. Как будто сейчас время плодотворное. Чего не избежать. Значит, деньги мы заработать можем. Или мы можем решить какой-то финансовый вопрос. Или, может быть, вам придется, кстати, отправиться куда-то с учетом предыдущей карты. И это будет означать как раз в контексте с деньгами, с финансами решение тех или иных задач, вопросов, дел. У кого-то это может быть буквально с переездом связано. И какие-то документы, может быть, через финансы вы будете согласовывать, решать. Ну, а для кого-то напрямую это будет касаться работы. Ну, вообще, продуктивная деловая неделя. Вот так вот в целом. Но это младшие арканы. И когда у нас младшие арканы, могу сказать так, что у нас все под контролем. Ну, давайте посмотрим, что дальше. Чему сейчас не время или что нам может помешать останавливаться? Вот, правда, каковы бы ни складывались обстоятельства нашей жизни, не время стоять и где-то ожидать, что как-то изменится обстановка. Или что-то для нас тут как будто даже может быть и прояснится. Обратите внимание, принцесса Жезлов всегда вот тот плащ, который развивается за спиной принцессы, словно на две части делится. Как будто есть все равно какая-то неопределенность у вас тельцы. Ну, есть то, что для нас сейчас может быть скрыто, может быть непонятно. Может быть, есть как два варианта развития событий или ваших действий. Но как будто вот не время, понимаете, останавливаться для того, чтобы переосмыслить что-то или устроить какую-то глубокую философию, двигаться вперед. Вот для нас, видимо, это будет очень важно. Если мы остановимся, может быть, мы потеряем темп или упустим какую-то очень удачную возможность. Интересно, давайте мы узнаем, а что нам будет помогать? Нам будет помогать, тем не менее, это по семерке Пентакли деньги в рост, где-то так. С другой стороны, останавливаться нет, но если нам где-то какие-то вопросы не удастся решить на этой неделе, или это могут быть буквально вопросы, касаемые финансов, кстати, у кого-то так проиграется. Когда мы заработали практически деньги, но есть какая-то заминка. Или мы занимались какими-то документами, но тоже мы их вот прямо на этой неделе мы не получим. Или, может быть, еще какой-то документальный финансовый вопрос. Мы его как будто продвигаем, мы решаем, но сказать, что мы получим на этой неделе результат, нет. Вот продвинуть мы можем. Поэтому, наверное, принцесса Жезлов может означать то, что не надейся где-то, что ты прямо быстро получишь прибыль какую-то. Вот буквально сделал что-то, и в течение двух-трех дней на неделе ты уже какие-то деньги положил в карман. Хотя у кого-то может и так проиграться. Но больше же семерка Пентакли у нас говорит о какой-то паузе. О той паузе, которая в обстоятельствах, тем не менее, вокруг нас. Есть, значит, то, что мы не сможем изменить, мои дорогие тельцы, две противоположные карты. Потому что по значениям. Что нам помогает, а это у нас получается, что нам может помешать. Если помешать нам может остановка наша собственная, да, или длительное какое-то колебание, раздумье. Так, видимо, есть с другой стороны и те вопросы для вас, которые быстро тоже решены быть не могут. Поэтому, ну, наверное, здравомыслие. То, что само идет в руки, мои дорогие тельцы, определенно стоит продвигать. То, что касается работы, денег, финансов, или то, что, может быть, и недвижимость какая-то, но она тоже как-то сопряжена с вопросами финансов. Мы это решать должны. Но есть и то, что нам придется, видимо, подождать. Карта нам хочет сказать, что искусственно словно подталкивать какое-то решение. Или кого-то к решению. Или решение того или иного вопроса. Мы не должны, видимо, идем по ситуации и действуем сообразно тому, что сделать в наших силах. А то, что, ну, на что мы не влияем, видимо, придется набраться терпения. Давайте мы узнаем, что от меня скрыто, может быть, что-то мы не видим. Вы знаете, как подведение итогов. Десятка мечей – это всегда какое-то завершение. И вполне вероятно, это, когда мы закрываем в прошлую дверь, мы можем не видеть, что какая-то ситуация сейчас заканчивается. Может быть, она заканчивается каким-то, ну, таким не вполне понятным образом. Нам может кажется, что это продолжение чего-то, а это может быть финал для кого-то из вас в жизни, правда. Нам не говорят какой-то конкретики. Но, тем не менее, что нам помогает? Может быть, какая-то неспешность нам как раз и помогает. Какие-то вопросы для себя. Словно прояснить, поделить условно на две части. Есть те, которые могут быть продвинуты. Или то, что, скажем так, мы можем взять с собой в будущее. Или то, что имеет под собой какой-то реальный смысл. Или продвижение. Или какой-то прогресс. А есть то, от чего мы должны будем отказаться. Что скрыто по десятке мечей. Чаще всего это та ситуация, которая уже случилась, произошла. И мы тут что-то не изменим. Для кого-то из вас как раз скрыто то, что у вас заканчивается какой-то сложный период. Или какое-то разочарование. Те какие-то непонятности. Или, может быть, у кого-то это сопряжено с предательством. Или с каким-то сложным периодом жизни. Это как будто тоже подходит к концу. Десятка всё-таки. Это итог. Может быть, этот итог совсем не тот, который мы хотели получить. Но плюс этой карты, что мы закрываем прошлая дверь. Мы именно закрываем дверь в то прошлое, которое связано с какими-то тяжёлыми эмоциями. Когда мы были буквально обездвижены. У кого-то могла, может проиграться, по крайней мере, какая-то ситуация. И по финансам у кого-то, ну кто знает, может быть, и по самочувствию иногда, правда. Может быть, ну, буквально болезнь нас сложила. Какое-то недомогание. И есть завершение. И я могу тогда сказать, что на этой неделе определённо вы как будто можете себя, ну, может быть, и лучше почувствовать. Или для кого-то из вас словно вздохнуть свободно. Давайте мы посмотрим. Дела, работа, бизнес. Да? Что нам скажут карты? Перемены, правда. Какие-то перемены, то, что мы не избежим. И всё-таки, если я вначале сказала, что мы словно управляем младшей арканой, а вот здесь нам выпадает колесо фортуны. В этой колоде чаще всего это означает какую-то удачу, успех. Какой-то удачный случай, подвернувшийся, может быть, буквально. И мы должны его использовать. Правда? Вот я так думаю, что принт жезлов как раз для многих из вас и будет означать какую-то внезапную новость или внезапную возможность. Может быть, и придётся куда-то отправиться, чтобы не упустить эту самую возможность. Или, я бы сказала, принимать, как какое-то известие, предложение определённо стоит. Чего-то, тельцы мои дорогие, вы не должны упустить. Как мы не можем что-то и ускорить, так мы и не должны что-то прошляпить. Как мы не должны куда-то поторопиться, так и остановка для нас может быть тоже в минус. Поэтому только вам словно решать, что же это будет. Будьте внимательны. Но я так думаю, какой-то критичный подход или подход через наше благополучие, или какую-то конкретику, которая касается благополучия, вам поможет разобраться, что же это такое. И здесь по делам, по работе, по бизнесу сюда ведь могут завойти вопросы, которые... Ну, допустим, согласование с документами, или что вы себе наметили, или какое-то событие в вашей жизни, которое вам даст, например, новые возможности. И больше по этой карте мы должны как будто согласиться. Знаете, надеемся мы тоже сами на себя. Искусственный риск с нашей стороны, вот как, например, я пойду ва-банк. Бэх, была-не была. Вот нет, по этой карте не проигрывается. А вот если действительно нам словно пространство какую-то даёт возможность, может быть, это возможность для нас, но есть же у нас всё-таки принцесса Жезлов, да, когда мы словно можем остановиться и думать, а что это было, или а нужно ли мне это. А тут как будто нужно принимать. Нужно что-то не упустить, скорее с чем-то согласиться. Давайте мы узнаем финансы. Праздник после Победы с финансовыми порядок. Значит, финансы как будто есть, и мы можем что-то и распланировать. И, в принципе, у нас праздник выпадает. Вообще, это четвёрка Жезлов. Сама по себе четыре число. И именно в Жезлах четвёрка обозначает ещё то, что у нас всё под контролем. Это как якорь стабильный, но всё-таки с элементами. Четвёрки же разные бывают. Вот четвёрка Жезлов больше с элементом радости какой-то. Поэтому, наверное, деньги действительно у вас как будто в рост могут быть. Или возможность заработать, или какой-то вопрос финансовый для себя решить так же успешно. Давайте мы узнаем, что у нас в личной жизни, и каковы карты король мечей. Для кого-то из вас может проиграться буквально человек, или, может быть, это ваш близкий человек, или контакты с таким человеком, который рождён под знаком зодиака. Это мечи у нас, близнецы, весы, водолей, или имеет асцендент. Но для кого-то из вас это могут быть вопросы в инстанциях. Ведь по королю мечей проходят чиновники высокого ранга, или люди, которые занимают ответственный пост, которые нам чем-то могут посодействовать. Может быть, это вы отправитесь в какие-то бюрократические инстанции решать тот или иной вопрос. Или обратитесь, например, к юристу, к адвокату, прояснить какой-то вопрос, как мне лучше что-либо обустроить. Для кого-то из вас это могут означать, всё-таки мы ведь смотрим энергии, это ваша где-то энергетика, по крайней мере, карты так советуют быть более рациональным. У вас нет, мои дорогие тельцы, никаких эмоций на эту неделю, обратите внимание. И, видимо, чтобы закрыть в прошлое дверь, нужно быть как хладнокровно-рациональным, как и в личной жизни, может быть, и это будет означать какая-то прежняя история, с чем-то мы должны разобраться. А для кого-то это будет означать и подготовка, может быть, каких-то документов. Может быть, вы ими будете заниматься. Для кого-то это могут означать, ещё может точнее означать, всё же по королю мечей, мечевые карты могут проходить, правда, узкие специалисты, как, к примеру, врачи, люди, работающие с металлом, или любые другие. Может быть, дома есть какая-то, как, к примеру, ремонт банально может проиграться, и вы будете вызывать специалиста для того, чтобы что-то реорганизовать, или переделать, или сделать ещё лучше. Ну, или те, или иные вопросы. Всё под контролем у вас, мои дорогие тельцы, и вот как будто так и держать. Да, есть какая-то ложка дёгтя у вас определённо на этой неделе, но в значении 10, помните, что это совершение. Мы не должны оглядываться назад, чего бы ни касалась эта история. И я могу предположить, даже если это, ну, где-то либо личной жизни, либо вашей личности касается, да, этот вопрос, то прошлое словно само пытается от вас оттолкнуться. Поэтому больше позитива, и чтобы нам где-то не помешала вот эта глубокая философия, нам ведь сказали об этом, не пытаться что-то через прошлое словно проанализировать. Для вас будет, наверное, на этой неделе важно. Идём вот по тем событиям, по той ситуации, которая у нас складывается на неделе. Есть чем тут заняться, и есть о чём подумать. Есть и прогресс, есть и своего рода праздник, и когда вы всё контролируете. Для тенца очень важно, когда всё под контролем. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Ну, такая продуктивная неделя, увы, не про эмоции, но, видимо, про что-то более значимое, что вам нужно будет решить. И у вас это получится. Будьте счастливы и любимы всегда! Субтитры создавал DimaTorzok